Ассаламу алейкум! В эфире программа «За и против» и я, ее ведущий, Рамазан Алпаут. Сегодня мы поговорим о миграционных проблемах, которые существуют сегодня в России. И у нас сегодня в гостях Карим Джон Йоров, президент некоммерческого партнерства «Этмос». Ассаламу алейкум! Карим Джон, скажите, пожалуйста, существует ли в России проблема с статистикой, с определением количества мигрантов, которые присутствуют в стране? Сколько легальных, сколько нелегальных мигрантов в стране? Такая статистика ведется, но она есть. Есть статистика Федеральной миграционной службы или пограничных контролей. Они фиксируются, кто выходит, заходит. Но получается сейчас так, что многие, когда приезжают, некоторые не уезжают обратно и остаются. И от года от года она растет. Но таковой точник статистики никого нету, и поэтому она варьируется по-разному. Если взять данные за прошлый год, например, в Россию выезжало где-то 15 миллионов в общем количестве зашло, но вышло по статистике где-то около 13 миллионов. Получается, уже за год почти полтора миллиона не выехали. И многие уже не станут на учет и остаются непонятливы. Многие получают разрешение на время проживания, некоторые получают вид на жительство. Сейчас ввели патентную систему, что, например, человек делает патент, он может в течение двух лет не выезжать. В этой ситуации получается, что некоторые учеты теряются. Некоторые вообще не зарегистрируются, не становятся нелегалами. Скажите, пожалуйста, сколько мигрантов из Таджикистана в России? По данным последней статистики, их было около миллиона. Чьи статистики? Статистики Российской Федерации, Федеральной Миграционной Службы, их было около миллиона. А таджикская сторона ведет какую-нибудь статистику? Таджикская сторона ведет статистику, но опять же они ведут статистику, которые приезжают с самолетом, поездом. Но бывает, что наши таджики приезжают тоже с Казахстана, с Украины. То есть есть транзитные государства? Да, и получается, что наши чаще всего сейчас не выезжают обратно, они пересекают украинские границы, поэтому и статистика теряется. И бывает, что чаще иногда в чьих-то интересах официальная статистика не выдает. Фактически то же самое сейчас, когда переводы денежные тоже перевели на наши деньги, и уже статистика теряется. Тоже количество переводов, сколько переводов, деньги, все, что. В чьих интересах? Самое интересное, что в каких-то интересах закрывают эту статистику. Поэтому статистика Таджикистана и России отличается, и каждая свою выгоду дает. Но я более уверен, что российская статистика более точная. Скажите, пожалуйста, сколько представителей Республики Таджикистан, приезжающих в Россию, они планируют оставаться в России на постоянной основе? А сколько приезжают на временные заработки? Смотрите, тут, если дали бы волю и было бы упрошенка, я более уверен, что 90% граждан из Таджикистана получили бы здесь паспорта Российской Федерации, если им было бы легко. Но так как есть определенные трудности в этой сфере, поэтому процентов 15, можно сказать, получают и остаются. По неофициальной статистике уже около 400-500 тысяч наших граждан имеют двойное гражданство, российское гражданство на ряду. Так как у нас разрешено иметь двух гражданство и без отказа таджикское и российское. Поэтому вот так. И опять же, учета этих данных нет. Но исходя из того, что каждый год сколько наших граждан не выезжает или получает здесь гражданство, вид на жительство или разрешено время проживания, это уже можно приблизительно проанализировать, сколько это. Ну, 500 тысяч это довольно большое количество людей, потому что в России довольно большие такие этносы в численном плане имеют примерно такую же численность. Предпринимаются ли какие-то действия со стороны общины, структуры общины и государства для того, чтобы интегрировать выходцев из Таджикистана, которые намереваются остаться в России на постоянной основе? Ну, общины, общественные организации, они разные. И в силу того, что хотя они российские, они подчиняются разным структурам. Скажем, там есть у нас российские организации, которые разглавляют выходцев из Таджикистана, но они подчиняются, которые напрямую подчиняются посольству республики Таджикистана, которые противозаконно получают законодательство Российской Федерации. Они должны признавать себя как иностранные агенты, тогда и работают. А если которые подчиняются российским законам, хотя все должны подчиняться российским законам, и с властью официальным некоторые сотрудничают, а некоторые вообще не сотрудничают. И со стороны российских властей сказали, чтобы для интеграции, но есть госпрограмма, переселенцев программа, она работает где-то. Она касается этнических таджиков? Да, если есть высшее образование, есть какое-то образование, что человек по образованию или по своей работе, с профессией, которой нуждается Российской Федерации, его могут по этой программе принимать. Но тут опять же есть определенные трудности. Чаще всего эта программа работает в Таджикистане, только через консульство Российской Федерации. Но опять же говорят, что тут для адаптации открыто я слышал от господина Журавлева, лидер партии Родины, на одном из встреч у нас на Первом канале, когда он говорил, что очень большое количество таких центров есть. Там, если не врат 43, сказал я, почему-то я до сих пор не знаю ни одного такого центра, который помогает мигрантам адаптироваться. Они на бумагах есть, для этого выделяются огромные деньги. Я знаю, что в прошлом году 2 миллиарда рублей выделили, президент выделил именно общественные организации для этих. Но, однако, я не видел эти деньги, куда уходят, кому уходят. Но вот в этой сфере я уже работаю более 10 лет, я еще не видел ни одну таджикскую организацию, российская организация, которая возглавляет выход из Таджикистана, чтобы кто-то из них получил эти гранты или получал эту помощь от государства, от Российской Федерации. Я, честно говоря, не видел. А русский язык они учат? Русский язык учат. Но, опять же, мы тоже открывали такие курсы. К сожалению, учить русский язык очень мало наших граждан идут на эти курсы, потому что, так как они работают, у них свободного времени на это нет. Идти учиться, вот это все. А работа предполагает знание русского языка? Работа предполагает, но там определенное количество слов. Там, опять же, ввели 800 слов, и получается, когда сдают тест, получается 20 вопросов. Там надо ответить хотя бы минимально на 12-13 вопросов. Около 6-70 слов. А вот люди, которые проходят эту подготовку, они на должном уровне владеют, овладевают языком? Нет, но сейчас вы знаете, что все это превратили в бизнес, который свободно эти сертификаты русского языка, знания русского языка продаются, покупаются. Тот же центр Сахарова, который выдает сертификаты, правда, не имея разрешения Министерства образования на это, они там за 500 рублей дают страховки, вот сертификаты знания русского языка, хотя в институтах она стоит 4900 рублей минимально, да, и выдается на 5 лет. Вопрос здесь встается такой, неужели мигрант 5 лет работы в России забывает русский язык, что опять должен был заново сдавать? А те, соответственно, свидетельства о русском языке, которые дает центр Сахарова, они там даже та же бумага, она там печата же к серых сделана, там она вот, и она не имеет силы за предели Москвы, не имеет силы, и гражданин должен опять каждый раз сдавать по-новому, вот, уже о чем-то можно говорить, да, вот. Поэтому то же самое ввели для получения РВП, вид на жительство и гражданство, отдельность вот этой, и тут тоже сумма смушает, да, там, например, 4900 рублей, задается вопрос, за что они такие деньги берут? Ведь они же не преподают, ничего не научат, да, я, например, владею русским языком, я прихожу, чтобы получить сертификат, за это я должен платить 4900 рублей. Ну, я согласен, если была бы какая-то сумма определенная пошлина, да, госпошлина, я бы согласился бы на это, да, а так, за что я должен платить такие деньги? И получить этот сертификат на 5 лет. Скажите, пожалуйста, вот в российском общественном дискурсе очень часто возникает вопрос, о необходимости введения визового режима с Республикой Таджикистан и Узбекистан. Как вы относитесь к таким призывам? Я очень положительно отношусь, смотря те случаи, которые случаются с гражданами Республики Таджикистан и гражданами Республики Таджикистан по поводу невыплаты их заработной платы, по поводу бесправий их перед сотрудниками правоохранительных органов и других органов. Я, например, очень положительно к этому отношусь, хотя многие мои земляки могут сказать, что это приведет, потому что закрытые выезды, многие не могут выехать, а у них семьи, чем они будут кормить. Я согласен, но этот вопрос в первую очередь должен волновать правительство Республики Таджикистан и правительство Республики Узбекистан, а не простых жителей других. Но тогда, если выйдут визы, это будет лучше, тогда человек определенно знает, куда приезжает, на какую работу, на какую зарплату, и он знает, что он получит эту зарплату, и его не будут кидать на каком-то уровне где-то, и он свободно приезжает, не нарушает закон и обратно уезжает. Это было бы намного проще. Но, к сожалению, сейчас все делано так, что говорят, пожалуйста, приезжайте, мы вас рады принимать, когда сюда приезжают, и они становятся заложниками закона, которые законы, они прописаны, они недостаточно, многие интересы, многие права мигрантов не учтены здесь. Потому что те, кто эти законы принимал или придумал, они в этом сфере, я могу сказать, что они непрофессионалы. Если они хотели бы, чтобы эти законы работали как часы и механизмы, они должны были обращаться, например, к нам, общественным организациям, тем же миграционным, тем же правозащитникам, которые знают все минусы этого. И могли бы, мы очень часто дискуссируем с федеральными миграционными службами, иногда и ходим в общественную палату, ихнюю, когда же, если не зовут, мы сами идем, знаем. Мы все доносим, но они этого внимания не берут. Очень много таких вопросов. Я могу привести один пример. Например, мигрант здесь делает патент, работает. К нему приезжает жена. Жена у нас часто, вы знаете, что не работает. Она сидит дома с ребенком. Она три месяца здесь проживает, она вынуждена делать патент, чтобы не выехать из Российской Федерации. Теперь получается ситуация такая. Она делает документы, оплатив 15-20 тысяч первоначально, и каждый месяц она должна платить 4200 рублей в виде налогов. А за что она должна платить, когда не работает, дома сидит. И для того, чтобы ей регистрацию продлить, нужно патенты оплатить. А после получения патента в течение двух месяцев, гражданин, иностранный гражданин должен принести трудовой договор с какой-то фирмой. И получается, государство фактически заставляет человека, мужа этого гражданки, чтобы пойти делать фиктивный левый трудовой договор, чтобы она могла, ее жена могла продлить регистрацию. Вот. Государство фактически заставляет человека идти противозаконно, действовать противозаконно. Для того, чтобы законно находиться здесь, придется идти противозаконным путем. Вот. И такие вещи не учтены. Очень часто такие вещи не учитывают. И большинство, очень много сейчас даже наших граждан делают патенты, но их выдворяют на том основании, что они проживают не по адресу. А так как сейчас людей прописывают по юридическим адресам, там жить фактически нельзя. Потому что закон противоречит, нельзя по другому, и противоречие идет. Либо должны либо разрешить тогда жить, потому что москвичи их не прописывают, либо если они доход приносят, тогда какой смысл их выдворят? Вот. Вот скажите, пожалуйста, вот эти призывы более жестко относиться к миграционной политике, к потокам, которые приезжают в Россию, не приведет ли такое вот отношение к этому вопросу к тому, что количество мигрантов, которые приезжают в страну, которые в определенной степени компенсировали убывающий тренд в нашем... Демографическом. Да, в демографической ситуации. Мы опять получим ситуацию, когда у нас медленно, но верно будет сокращаться население. Ну, это к этому приведет. Посмотрите, сейчас очень часто в предприятиях работают уже люди пенсионного возраста, которые скоро пойдут в пенсию. Да, старение населения. А у нас старение населения идет очень быстрым темпом. Молодежь сейчас учится на каких профессиях? Юрист, менеджер. По технологическим профессиям, которые работают в заводах, фабриках, на это не идут. Молодежь не идет на эти зарплаты, на это и это. Естественно, их же кем-то же надо заменять. Страну же нельзя управлять одним юристами и одним менеджерами. Поэтому хотят, не хотят... Тем более, что они часто неэффективны. Да, тут нужны будут мигранты по-любому. Но вести политику такую, чтобы запретить выезд с каким-то определенным страном или мигрантом из какой-то страны. Но это хорошим не придет. Хотя на фоне последних событий мы видим, что сейчас Россия очень долгосрочные, разные контракты подписываются с Китаем. Они сейчас хотят привезти китайцев. Но тут можно сказать, что китайцы, они отчуждены, чужие для культуры России. По крайней мере, мы еще советские люди в 70 лет вместе прожили. У нас какое-то сближение более-менее есть. У нас другие понятия. И тот же китайцев, привези их сегодня от тысячи, через год их может станет сто тысяч. Поэтому контролировать будет нереально. И потом у Китая есть очень много рычаги давления, которые потом дальше для защиты своих граждан будут использовать. И, к сожалению, Россия потом ничем не может ответить. И даже не странно Средней Азии, чтобы давить другими выходами, либо депортировать. Поэтому здесь вопрос стоит остро. Но бывает, что бывает, что много часто наши мигранты все ужесточение связывает с тем, что Россия хочет заставить страны СНГ, которые в Средней Азии остались, еще не вошли в таможенный союз, чтобы они вошли в этот таможенный союз. Но хочу сказать, что этот таможенный союз тоже много приверегий не дает. Оно дает только то, что наши мигранты без патента ходили. Но есть другие законодательства, что если там мигрант более двух раз его поймает, если он не работает на месте, его могут выдворить. То же самое, та же самая мера будет. И то же самое могут зарплату не платить. Раньше, если работодатели пугали, что если вы не заплатите рабочим, мы можем ФМС привезти, у вас еще сотни работают за каждую 800 тысяч штраф минимум. А теперь этот факт по отношению тех, кто в таможенный союз вошел, не срабатывает. А скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что мигранты сталкиваются часто с какими-то проблемами в части законодательства, несовершенства законодательства, то, что не работают какие-то моменты, какие-то механизмы. А вот в взаимоотношениях с обществом сталкиваются ли выходцы из Таджикистана с проблемой этнической нетерпимости, проявлением расизма и так далее? Это было раньше, очень видно было хорошо, но в связи с последним событием в мире, мы видим, что Россия уже после событий в Украине, сейчас в Сирии, уже правительство взял другой курс по отношению мигрантов к странам, бывшего Советского Союза. Может быть, это временно, но улучшение уже чувствуется. То есть вы понимаете, вы хотите сказать, что отношения россиян к мигрантам прямо зависит от того, какая политика в стране. И это прямая, в частности, средства массовой информации. Потому что через средства массовой информации мы прекрасно знаем, что большинство, большие все, первый канал, другие каналы, они в основном государственные. И какую политику государство, какую цензуру, какое добро дает на ведение какой-то программы, по отношению к какой-то нации, такое же отношение будет у населения. Что население показывает, то она воспринимает. Понимаете, зависит от того, как средства массовой информации преподают. Я могу привести такую притчу, то, что раньше был Сар, Шах, он видит сон, что у него все зубы выпали. Он вызывает к астрологу, ну, я такой сон видел, говорит, что это означает, все мои зубы выпали. Он говорит, все ваши родственники умрут, вы один останетесь. Он говорит, я один останусь, что я буду без родственников? Убейте его, говорит. Убивают, вызывают второго. Говорит, что означает мой сон? Он говорит, это означает, что вы больше всех проживете, говорит. Больше своих родственников. И он обрадуется, ему дает там награды, дары, потом визир ее спрашивает, а почему вы один тот же сказали же, что вы там? Он говорит, ну, это так предподнесся, это так, смотря как предподнесут. Поэтому все зависит от средств массовой информации. В России все зависит от средств массовой информации. Отношение местного населения прежде всего зависит от средств массовой информации. Очень часто видим, что в средствах массовой информации Даже последние события, когда женщина упала в метро, вы сами были свидетелями, спасли его сотрудники полиции и гражданин Киргизии. Но преподали так, что все было сделано, сделал сотрудник полиции, про гражданин Киргизии ничего не было. Пока со себя возмущение пошли, и первый канал сделают программу уже с ним, понимаете? Вот и тут уже видно, какая политика уже. Да, миграционная политика это довольно сложная проблема, сложный вопрос, который может занять очень долгие беседы. И поэтому мы, конечно, ограничены во времени, и я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы приняли участие в нашей программе. А я хотел бы напомнить нашим телезрителям, что в гостях у нас был Карин Джон Йоров, президент некоммерческого партнерства Этмос. А с вами был Рамазан Алпаут, до следующих встреч. А мы хотели бы поблагодарить гостиницу Кассада Плаза и ресторан Кайсар за гостеприимство и теплый прием. А с вами был Рамазан Кайсар. Продолжение следует...